Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел. И сегодня мы будем читать 23 главу этой книги, в которой продолжается история о пророке Валааме и царе Моавитском Валаке. «И сказал Валаам Валаку, «Построй мне здесь семь жертвенников и приготовь мне семь тельцов и семь овнов». Пророк понимает, что надо сначала совершить приношение Богу, обратиться к нему с молитвой, а потом уже совершать какие-то действия. Поэтому он дает такое указание Моавитскому царю. «Валак, царь, сделал так, как говорил Валаам. И вознесли Валак и Валаам, то есть царь и пророк, по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку, то есть пророк, царю, «Постой у всесожжения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что он откроет мне, я объявлю тебе». «И остался Валак у всесожжения своего, а Валаам, то есть пророк, пошел на возвышенное место вопросить Бога. И встретился Бог с Валаамом и сказал ему, Валаам, семь жертвенников устроил я, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И вложил Господь слово в уста Валаамовы, и сказал, возвратись к Валаку, и так говори. И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья Мавицкие. «И был на нем Дух Божий». Дух Божий сходит на языческого пророка. «И произнес притчу свою и сказал, из Месопотамии привел меня Валак, царь Мава, от гор восточных приди, проклини мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я, Бог не проклинает его. Как из реку зло, Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. И сказал Валак, то есть царь, Валааму, пророку, что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты их благословляешь. Но Валаам делает то, что Господь, какие слова вкладывает в его уста, иначе бы он не был пророком. И отвечал он, то есть царю, и сказал, не должен ли я в точности сказать, что влагает Господь в уста мои? И сказал Валак, царь Мавицкий хочет сделать вторую попытку. Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, то есть народ. Только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда. И взял его на место стражей, на вершину горы Фаски, и построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам, Валаку, постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу. Царь опять стоит, ждет, а пророк отошел. И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал, возвратися к Валаку, и так говори. И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним все князья Мавицкие, и сказал ему Валак, что говорил Господь? Он, то есть Валаам, произнес притчу свою и сказал, «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего». Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, бастрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле, вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. И сказал Валак Валаму, «Не клясть, не кляни его, не благословляй его». Он вообще разочаровался, царь Мавицкий, и отвечал Валааму, и сказал Валаку, «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» И делается третья попытка. И сказал Валак, то есть царь Мавицкий, Валааму, пророку, «Пойди, я возьму тебя на другое место, может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его». И взял Валак Валаама наверх фигура, обращенного к пустыне, и сказал Валаам Валаку, «Постой здесь, построи мне семь жертвенников, и приготовь мне здесь семь тельцов и семь овнов, и сделал Валак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике». Итак, сегодня мы окончили чтение 23 главы. Очень интересная история про Валака и Валаама. Она будет продолжаться в 24 главе. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать этот текст. Валака и Валака и Валака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok